все ребята запись включили продолжаем сегодня мы должны с вами рассмотреть темы именно события событиями на которые в реакте происходит так при это происходит мы даже событий посмотреть ребята я еще повторюсь вот смотрите у кого если удаленного дома или какие-то проблемы вопросы вам уже руководство сайте академии вам отправили расписание по любому предмету если у вас какие-то вопросы можете приходить то есть назначенное время каждый преподаватель допустим неделю встречает 2 2 часа в определенное время этого расписание отправили но мы еще вчера с индиром руслана поговорили что если у вас какие-то вопросы если вы хотите здесь в корпусе заниматься именно в компьютерах то вы знаете компьютеров нас достаточно 20 пятом кабинете вы можете заниматься но при этом обязательно соблюдая там масочный режим социальный там дистанцию вы можете заниматься да но всегда такое ну не толпой приходит но вы приходите ему может быть откроем два кабинета маской приходите если у кого-то вопросы компьютера занимайтесь не забудьте что те знания которые мы с вами получаем обязательно это видео сама стоит работа вы должны выполнять и домашнюю работу и показать ссылку отправлять видео снимать вы это должны поэтому всех просим то есть время есть до экзамена до второго модуля чего время есть посмотреть если у кого то есть вопросы на ватсап тоже хорошо мы сегодня будем с рассматривать конкретно именно события события мы сегодня не спеша попробуем рассмотреть чтобы каждому понятно было давайте теперь для этого откроем нашу проект который мы прошлый раз создавали ваш тоже задача было чтобы вы за неделю вытащили из базы после сельской данные и потом показать именно внутри компонента и на экран браузер это показать так хорошо мы это сейчас посмотрим еще прошлый раз этот все это на но джесс проекта реводили сейчас проверим вот локал хост 3000 открываем а смотрите да у нас вот с левой стороны внутрь зеленого получается все это мы вытащили из базы данных так если посмотреть посмотреть нашу структуру нашу менеджер сидах мы здесь мы в менеджер сице пишем все наши компоненты да посмотрите класс давайте вспомним просто мы создали получается этот компонент классовый компонент который называется контакт лист всегда компоненты должны начинаться за главной буквы первая буква да это вы не должны забыть реак компонент это получается мы получаем обращаемся к модулю наряд компонент компонента он получается тоже функция либо метод дизайн цена компонент мы вызываем да там здесь конструктор пропс вы когда если проб самим листейтами работа мы должны конструктор просто этот блок мы должны писать то потом компонент и баунт мы прошли занятия посмотрели что компонент баунт он работает как смотрите сначала рендер идет после того как рендер уже на экране даже уже показался информация потом уже реакт сам уже дальнейшие функции смотрят он сразу же это первая функция он получается по шагу это компонент дипаун он увидел как компонент дипаунт она получается в жизненном цикле вообще реакта на то тоже имеет большой роль получается после того как уже данные которых состояние которые стоят да здесь в этом блоке стоит и они показались он срабатывает в этот блок а этот блок получается сначала тут лист как раз пустой был а потом он обращается через печь запрос ну куфе че ajax это одинаковое понятие то есть фоновым решением подключается к базе get list get list получает он получается тот нам дает данные из базы данных после плюс и потом мы сюда его хотим вытащить то есть вот тут лист он получается обращается он ответ получает и потом здесь срабатывает этот момент то есть здесь сердце это как раз это получается то есть на студент лист который мы создали да вот сюда он значение стоит вот здесь сердце стоит у нас есть допустим в данном случае только один здесь тут листа вот на этот состояние снова студент лист мы передаем джейсон и если студент лист состояние меняется посмотрите в реакте это вообще такое основное понятие что чтобы вас на экране какие-то формы поменялись вы должны обязательно состояние менять то есть ты в состоянии меня это если состояние у вас меняется тогда реакта уже автоматом он уже начинает все перерисовывать именно все будет перерисовать то есть этот относительно этот именно измененный стоит с каким компонентом с какими элементами с таким формами связано все она сама автоматом перерисуется да хорошо вот здесь так потом после того как здесь состояние если поменялось но у нас работаю заработает часть рендер до рендер когда срабатывает мы возвращаем через команду ритур именно вот этот блок в этом блоге как раз мы с вами прошлый раз осматривали пункту мэп мэп она конечно этот не react относится да это из области джава скрипта джава скрипт получается вы должны знать это не только в джава скрипте такие аналогичные этот функции если других языках программирования хорошо мы через мэп получается каждый каждую запись каждого записи да мы каждому записью он получается перебирает вот мэп когда происходит перебирает или потом там команду дает чтобы каждый запись он чтобы рисовался на экране таким образом потому что вот эти элементы дипп и дипп это связь области html html потом в дизайн вы это смотрели то есть html пользуется да а мы туда просто значение передаем в качестве п и потому что студент вам студентный плюсом это передавали да теперь то что рендер этот происходит мы мы конечно вот здесь это не видели просто вот этот к контакт лист это один из компонентов то потом есть у нас message box 2 компонент вот второй компонент по 10 это получается компонент он фиолетового цвета верхний компонент у нас зеленого света потом вот эти две компоненты два компонента да они должны в экране показаться для этого существует у нас блок который отвечает за рендер реакт дом рендер и внутри скобки мы пишем именно какие компоненты должны пока показаться да вот мы показали это первый компонент зеленый которому вот здесь смотрели да вот этот блок а потом второй компонент это классный сбок это вот этот блок вот два компонента мы отправили в рендер для рендера да именно в рендер когда отправляем у нас react дом рендер состоит из двух блоков мы это повторяем просто да это второй блок это получается мы в первом то есть модуле смотрели что мы когда дом рассматривали так что через документ get element by it мы именно обращаемся к элементу это получается мы именно нашим hbs и индекс ничпс и да вот мы создали элемент root вот получается вот это мы просто писали вот вместо него то есть именно вот посередине да то есть то что мы указываем вот два компонента она получается будет отправляться на именно внутри девки эти да там будет рисоваться хорошо в общем это такое я таким образом работает и смотрите ребята мы с вами сейчас попробуем какие-то кнопочки создать и событиями работать посмотрите мы когда говорим о событии наверно в первом модуле уже все достаточно знали что какие события бывают какие события бывают события разные события могут быть связаны с клавиатурой допустим enter нажали это события какую-то букву нажимаете или символ или текст печатать это все события и основные события конечно мышкой когда вы работаете это тоже событие по допустим идете потом на зеленый блок перешли это событие какую-то кнопку нажали это сам ну много событий да хорошо еще дополнительным событием бывает то что со стороны браузера да вот допустим вы когда какой-то путь набираете вот так вот сверху когда кружится это получается состояние загрузки загрузка это состояние все загрузилось это тоже состояние потом загрузился какой-то элемент или компонент все это составит то есть событий событий очень много давайте простую событию сделаем мы какую-то кнопку с вами сделаем именно допустим блоки фиолетовый блок это получается в месседжбокс месседжбокс теперь мы чтобы это просто посмотреть месседжбоксе мы создадим ну вот смотрите до свидания а все хорошо ладно это сделали теперь смотрите вот здесь какую-то кнопку сделаем кнопку сделаем это кнопка получается чтоб кнопку создать мы же так делаем баттон потом и потом кнопка бывает такое вот кнопку мы создали вот смотрите кнопку нажимаем он он пока не работает так кнопку нажимаем он пока не работает он ничего не делает смотрите даже когда мы наводим кнопку нажимаем да он как-то там что он показывает что какая-то кнопка нажимается да теперь теперь смотрите что мы сделаем на эту кнопку какой-то там мы команду дадим да как мы дадим допустим вот смотрите он плит он клей и здесь допустим это мы говорим чтобы сработал просто alert alert и мы валят этот вытащим привет 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 от час мы это попробуем этот сделали попробуем он работает ли да конечно если не работает мы можем этот через google найти как вам нужно работать вот это мы перезагрузили он сразу говорит привет привет от react.js конечно мы не успели нажать на кнопку на этот говорит то хорошо значит получается вот в этом части мы еще неправильно сделали да хорошо но получается вот эта часть функцию мы можем этот вытащить как отдельный функция давайте попробуем это вытащить теперь функцию этот мы прошлый раз это видели то что мы можем его писать внутри компания внутри компания до рендера до рендера до рендера да значит получается это до рендера это у нас вот функцию компания дидмаунт это сюда включили и потом он срабатывал да давайте примерно такой же сделаем примерно такое сделано но для этого мы можем обратиться именно инструкцию как это делается но это инструкция как раз а вот допустим а прият давайте хорошо реак просто поищем реакторе есть здесь или у меня есть знакомство джиэс а вот вот есть такой этот официальный этот который я сейчас вам отправлю на именно вот этот портал вот этот сайт это как раз показывает и все объясняет из официальных источников как этот реактор вот так вот я вам в группу отправил и смотрите вот начать работу нажимаем и здесь тоже она этот многих моментов показывает здесь начало работу да вот смотрите мы уже реактом ознакомить добавить сайт создаем новое реакт мы знаем компоненты пропуска мы с вами сделали состояние жизнь цикл это мы прошлый раз тоже смотрели и сегодня тоже смотрит вот как раз обработка событий наша тема это событие до сегодня вот здесь ну здесь это показывает активировать эту кнопку да то есть здесь это всегда можно посмотреть теперь смотрите мы здесь это какую-то функцию этот пишем до функция допустим этот он функция называется давайте ну допустим этот функция привет привет создали и мы внутри внутри мы говорим такое да ну просто alert и вот этот блок который мне пишем давайте вот сюда отправим вообще-то ребята вот эта часть должна что-то неправильно делаем поэтому его должны были брать но если мы же скобку вот так поставить да он сейчас получается мы же в блок пишем javascript 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 поэтому он его не примет поэтому вот эта часть примерно правильно было но наверно мы где-то ошиблись это план дальше идем смотрите мы здесь говорим да что вот здесь это функцию составе мне эту функцию сделаем и писали привет называется получается мы когда нажимаем кнопку он клик у нас должно заработать функция привет привет да вы смотрите здесь тоже конкретно это объясняет что событие вредница в стиле канал кейс это понятно событие да хорошо джейсикса как обработки события вместо строки вот получается получается на он клик мы пишем нашу функцию нашу функцию мы должны вот смотрите например в аж теме или в аж теме или просто так а я немного иначе то есть мы должны это его описать внутри фигурной скобки почему потому что мы это вначале говорили что это gsx javascript и xml мы получается объединяем html часть и javascript но и xml тоже как html можно считать да хорошо вот поэтому нам приходится чтобы html часть объединить javascript мы пишем его часть которой этот javascript мы пишем внутри фигурной скобки вот еще одно отличие как нельзя предотвратить обработки события по умолчанию я попался ладно это часть почитаете нажми на меня посолки хорошо это будет так нет вот здесь да смотрите мы же в джейсикса в работа не обязательно писать функцию будет хорошо теперь мы здесь этот функцию указали здесь привет указываем да хорошо теперь мы это все сохранили вот нажали он наверно это не выполнился где-то ошибка говорит смотрите ошибку попробуем найти посмотреть код какой-то включился ну-ка сейчас сейчас мы сели сколько же это на нашу это не включали чем он заработал хорошо теперь приверьте смогли память функция привет этот еще не активированно говорит так хорошо давайте по функции это как дела на а вот здесь только показывает то что чтобы функцию создали да хорошо функцию функцию и потом мы это указываем нет нет это получается там нет нет это ну-ка вот здесь получается как делали здесь это какой-то активировать направлен нет ну-ка здесь получается кнопки с кнопкой звиском был андоклик это срабатывает и сработает но давайте ребята смотрите здесь уже показывают а просто так допустим какой-то пункцию вызвать у нас не не получится поэтому получает этот конструктор полностью мы должны собрать здесь давайте вот конструктор конструктор не интересно все равно события через 10 минут если закончится я вам ссылку снова отправлю да давайте здесь конструктор мы создадим конструктивный прошлый раз это писали здесь конструктор и тела конструктора здесь получается супер это мы всегда должны писать хорошо указали теперь здесь он говорит так и смотрите когда какая-то это когда какое-то там событие срабатывает мы должны его мы должны его регистрировать именно вот и конструктор здесь такое вот смотрите здесь мы давайте вот этот блок мы говорим именно блок ну привет да привет давайте мы же нажимаем и вода давайте хэндл хэндл привет хэндл привет ладно это указали хэндл привет вот эта функция у нас хэндл привет и привет хорошо этот блок убираем здесь получают событий которые мы пишем да мы должны его регистрировать на именно в блоке конструктора да здесь каким образом здесь это получается но вы он объясняет что именно внутри этого да то есть именно там где это событие происходит именно действие где происходит там да или элемент где находится то есть здесь это из области javascript здесь указываем слово на что этот функцию и мы это здесь говорим снова здесь потом снова эту функцию пишем потом вот здесь точка а потом пишем байк и полбайк это мы указываем здесь байк байк тоже можете почтить микрофон выключать вот здесь хэндл привет мы это указали здесь мы сделали примерно так как здесь это покажут хорошо мы это сделали сохранили попробуем снова это на что запустить хорошо здесь это пошло ну-ка ребята мы же с вами что мне интересно вот практика я мы это сделали просто запустили до билет как блок мы включили привет мы это привязка обязательно работать здесь в колбеке эта часть мы указали этому указали а здесь получается вот эта часть мы должны писать потому что вот этот хэндл хэндл привет который напишет он короче не может найти именно в этом компоненте ошибка тоже примерно так нам сказал да мы получается сейчас ошибок убрали поэтому то есть здесь мы когда пишем здесь мы только что писали посмотрите хэндл привет мы когда писали в этом же блоке же много компонентов и у многих много текста а он не таки именно не мог найти откуда этот надо хэндл привет найти да мы когда здесь указываем он получается внутри этого блока вот мы здесь указали примерно но вышло да теперь смотрите мы же на кнопку прописали функцию то есть хэндл привет да хэндл привет то есть вот этот блок должна работать сработать и мы сейчас проверим вот нажимаем кнопку привет от рейджа он сработал да смотрите событие произошло и он сработал посмотрим что хэндл привет это кнопка и потом когда нажимает эта кнопка сработала вот этот блок и у нас заработала и получается после после хэндл блока мы можем здесь как раз все что мы здесь хотим да здесь хотим у нас это сколько времени осталось 5 минут попробуем что-то изменить так теперь смотрите ребята в каждом компонент и в каждом компоненты могут быть от своей состоянии до своей состоянии это стоит давайте здесь это мы с вами сделаем сделаем какой-то текст вытаскивает а вот напишем равно и потом внутри указал давайте в этом компонент и допустим какое-то состояние сделаем который текст вытаскивает а ну допустим это там просто говорить такое вот мы сделали студент студента в состоянии создали студент и внутри этого состоянии допустим есть слово слово допустим посмотрите вот это состояние мы будем применять вот здесь для этого для этого да мы получается чтоб состояние казать вот мы укажем в данном блоке есть у нас состояние название состояние у нас получается скидан мы это сделали и в конце чтобы этот кнопка в один ряд не подключить мы это бр и опускаем да хорошо мы это сохранили мы когда смотрим вот здесь у нас есть чем вызов и мерлан да посмотрите кнопку нажимаем он работа что я хочу сделать именно вот этот чем вызов и мерлан при нажатии кнопку он чтобы поменялась кнопка допустим кнопка допустим кнопка называть хорошо вот это не привет а этот посмотрите пускай этот олег выходит но смотрите мы же каким при нажатии кнопку чем вызов и мерлана поменять мы можем здесь вот так сделать вот здесь мы этот блок вообще-то сверху смотрели здесь стоит смотри что вот здесь мы смотрим я просмотрю чтобы как шпаргалка улитка поскольку здесь мы что делали то есть этот первый сначала у нас было пусто а потом через печь запрос мы обращались этот backend и потом этот джейсон как раз мы то есть меняли состояние стук листа до сейчас таким же образом получается ступисть этот память мы как шпаргалку посмотрели хорошо в этом блоке мы пишем что мы пишем мы говорим от студент получается через два и точек мы студентом если написано было чем вызов кимирлан мы говорим давайте эрмеков даулет поменяем наверняка даулет хорошо получается при нажатии кнопки у нас сначала выходит олег привет от чиновник а потом сразу у нас состояние который был чем вызов кимирлан он должен поменяться на эрмеков далее хорошо мы это сделали вот изменить ее посмотрите у нас состояние если состояние если посмотреть посмотреть мы можем у себя установить допустим посмотрите мы здесь посмотрим вот у нас компонента состояние которое у нас то что у нас есть сейчас это получается под чингизов кимирлан именно компонента месседжбокс состояние студент имеет значение чем вызов кимирланда и смотрите мы нажимаем на изменить у нас состояние тоже должен менять его здесь текст тоже должен меня сначала привет пошло и потом вот состояние поменялось на эрмеков давлет и сразу же получается здесь тоже армеков давлет